Алхамду лилля, алхамду лилля, алхамду лилля, храббил а'ламин, ва салату, ассаламу, аля сейдина, мухаммаду, аля алихи, ва сахбихи, аджмаин, рабешрахли садри, ва сирли амри, вахлю лукдатам, мин лисани, яфкаху укаули, аузу билляхи мина шейтан-раким, бисмилляхи ррахмани ррахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. На прошлом уроке, на прошлой лекции, мы начали с вами тему большой блок, который касается намаза саджда-сахву, то есть два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности во время намаза. И сегодня мы, иншаллах, с вами продолжаем разбирать именно моменты, где человек должен совершать саджда-сахву. И исходя из прошлой лекции, у нас есть три положения. Самое первое положение, о котором мы сказали, если человек оставил или пропустил рука намаза, а рука намаза у нас шесть, то, что является фардом намаза, то ему следует перечитывать молитву. То есть саджда-сахву здесь не поможет, потому что человек упустил фард намаза, а их шесть. Чтобы более подробно разобраться в фардах молитвы, можно вернуться к предыдущим лекциям и изучить их подробно. Это первое положение. Второе положение, когда человек намеренно оставляет ваджиб намаза. Например, ваджиб намаза читать суру фатиху в первых двух ракатах фард молитвы является ваджибом. И человек, зная о том, что это является ваджибом, он намеренно оставляет этот ваджиб. Если человек намеренно оставляет и пропускает ваджиб, то саджда-сахву тоже здесь не поможет. То есть ему надо перечитывать молитву. И третье положение, когда человек по забывчивости или по невнимательности пропустил ваджиб намаза. Тогда он в конце делает саджда-сахву, и эти два земных поклона исправляют его ошибку. Мы разберем с вами сегодня, иншаллах, некоторые вопросы, которые очень часто задаются. Мы их разберем. И, иншаллах, со следующей лекции мы переходим разбирать саджда-сахву вот в стоянии, в руку, в суджуде. То есть какие у нас могут быть ошибки, допущенные, что саджда-сахву может помочь исправить эти ошибки. Значит, самый первый вопрос, который стоит, саджда-сахв в кияме, то есть в стоянии, если человек пропустил чтение фатихи в первых двух ракатах фарт-молитвы. Допустим, у нас фарт-молитва, возьмем фаджр. Если человек, он же из двух ракатов состоит, фаджр-молитва, именно фарт. Мы берем фарт и смотрим. В первом ракате, во втором ракате мы что должны сделать? Мы должны прочитать фатиху. Но получилось так, что человек в первом ракате фатиху прочитал, а во втором ракате фатиху не читал. Человек встал и прочитал ту суру, которая следует после фатихи. Следовательно, фатиха пропущена во втором ракате. Или поменяем местами. В первом ракате пропустил, во втором прочитал. Или, как возьмем, третий вариант. Ни в первом ракате, ни во втором ракате человек фатиху не читал. А это фарт-молитва. В конце ему что нужно делать? Саджда-сахву. То есть то, что поможет ему исправить эту ошибку. Теперь второй момент. Если фарт-молитва состоит из четырех ракаатов, возьмем Зухар, Асар или Иша-молитвы. В первых двух ракаатах ваджибом является читать фатиху. Если вдруг человек в фарт-молитве из четырех ракаатов не прочитал фатиху, в третьем и четвертом ракате просто простоял, фатиху не прочитал, то ему саджда-сахву не надо делать. Потому что ваджибом является читать фатиху в первых двух ракатах фарт-молитвы. То есть, если Асар возьмем, в первых двух ракатах фарт-молитвы прочитали фатиху, все, выполнили. Выполнили ваджиб. Однако, если в третьем и четвертом не прочитаем, в конце просто делаем саджда-сахву. То есть, молитва не испорчена, она действительно. Следующий момент – нафиль молитвы. В нафиль молитвах, в дополнительных молитвах, мы знаем, что надо читать фатиху и дополнительную суру во всех четырех ракаатах. Так вот, если она упущена в одном из этих четырех ракаатов, что фатиха и что, например, дополнительная сура, то нам саджда-сахву надо по-любому совершать, ибо намаз будет недействительным. Человек не прочитал в двух первых ракаатах фатиху и решил возместить их в третьем и четвертом. Так не пойдет. То есть, надо делать саджда-сахву. Например, возьмем четырех ракаатную молитву. Человек в первых двух ракаатах, в первых двух ракаатах он фатиху не прочитал. И думая о том, что в третьем-четвертом я же все равно прочитаю фатиху, то есть возмещу как раз вот эти уаджибы, так не пойдет. Поскольку он пропустил в первых двух ракаатах фатиху, саджда все равно нужно совершать. Следующий момент — это вторая сура, которая читается после фатихи. Если мы возьмем фарт-молитву, в первых двух ракаатах после фарт-молитвы, то, что мы должны читать после фатиху, дополнительную суру, она была не прочитана в первом или во втором ракаате, или же в обеих ракаатах, то нам нужно в конце делать саджда-сахву, потому что чтение дополнительной суры после аль-фатихи является уаджибом. Также касается, если вторая сура не прочитана после фатихи, в любом ракаате желательного намаза. Если мы возьмем нафиль-намаз, и мы знаем о том, что в нафиль-намазах, например, четыре ракаата сунна до зухра, мы как читаем? Фатиха, сура, фатиха, сура. Во всех ракаатах, правильно? И если мы в каком-то из ракаатов не прочитаем дополнительную суру, нам нужно делать саджда-сахву в конце. Следующий момент. Это касается также витр-намаза. Если в витр-намазе тоже в третьем ракаате не совершено, не прочитана дополнительная сура вторая, или не прочитана после фатихи дополнительная сура, то человеку нужно делать саджда-сахву. Тоже нужно делать саджда-сахву. Фатиха два раза в первом ракаате в аджи был повторен. Значит, о чем идет речь? Человек встал на молитву, он прочитал в первом ракаате фатиху. А потом что он должен читать? Дополнительную суру, правильно? Что он делает? Он опять начинает фатиху читать. И мы говорили на предыдущей лекции, что если ваджиб намаза был повторен, человеку надо будет делать саджда. То есть он останавливается, вот второй раз, когда он начал читать фатиху, останавливается на том месте, где он читает, читает дополнительную суру, но в конце намаза ему нужно будет совершать саджда-сахву. Почему? Потому что после фатихи нужно же дополнительную суру читать. Он ваджиб, который идет после фатихи, то есть ваджиб фатиха является, и ваджиб также является дополнительную суру прочитать. Он один ваджиб отсрочил, то есть повторив фатиху еще раз, он отсрочил второй ваджиб, который должен был идти непосредственно после аль-фатихи. Поэтому ему нужно будет в конце делать саджда-сахву. Такой момент приводится в книге. Если человек совершил один земной поклон в первом ракате, мы сколько земных поклонов совершаем? Два земных поклона, правильно? Когда после первого раката или после второго раката. А человек что сделал? Он первый ракат прочитал, пошел на саджда и сделал всего лишь один земной поклон. А когда он встал на второй ракат, после, когда пошел на саджда, он вспомнил, в первом ракате я сделал только одно саджда. Давай-ка я сюда добавлю к этим двум ракатам, к двум земным поклонам еще одно саджда, чтобы получилось в итоге четыре. Так не пойдет. Все равно в конце человеку надо делать саджда-сахву, потому что у нас четко распределяется два саджда в первом ракате и два саджда во втором ракате. То есть не пойдет так, что в первом ракате одно саджда, а во втором, например, три саджда. Или, например, трехракатная молитва. В первом ракате он одно саджда сделал, во втором ракате тоже одно саджда сделал, а в третьем ракате два саджда сделал. То есть это все будет требовать, чтобы человек в конце сделал саджда-сахву. Два земных поклона, чтобы исправить эту ошибку. Следующий момент. Человек не прочитал Ат-Тахиад в трех или четырех ракатном намазе. Упустил ваджиб, надо делать саджда. То есть в трехракатном или четырехракатном намазе мы знаем, что после второго раката мы что должны делать? Должны сесть и прочитать Ат-Тахиад. И только потом встать на третий или же на четвертый ракат, после третьего. Вот он после второго раката, после того, как он должен был сесть, он сразу встает на третий ракат. Что упущен? Ваджиб намаза упущен. То есть он должен был читать Ат-Тахиад. Поскольку он упустил атакет в трёхракатном или четырёхракатном намазе, поэтому ему нужно будет в конце совершать саджда. Теперь момент, который мы затрагивали на предыдущей лекции. Человек не сидел после второго раката. Допустим, трёхракатная молитва или четырёхракатная молитва. Вот здесь есть тонкость. Послушайте, пожалуйста. После второго раката человек что должен сделать? Вот, сесть. А он встал на третий ракат. Если говорится, что он встал на третий ракат, и если он встав, получается, что он всё, вот вертикально стоит. Помните, как мы говорили, что он ближе был к стоянию? Тогда он должен дальше продолжать свою молитву. Он не должен возвращаться к аттахиату. Потому что аттахиат читать является ваджибом. А то, что он встал в киям, это фард намаза. Нельзя оставлять фард и менять его на ваджиб. Поэтому если вот он встал и был ближе к стоянию, то есть он встаёт и дальше читает третий ракат. Однако, когда он при вставании был ближе к сиденью, что мы сказали? Он сидит. Он сидит, то есть читает аттахиат. В конце сачда сахву не надо. Но когда он уже был ближе к стоянию, ему надо уже читать третий ракат. Уже не надо за аттахиатом возвращаться на второй ракат. Ему надо читать третий ракат, четвёртый ракат, и в конце делать сачда сахву. Однако, если он был ближе к сиденью, то он читает аттахиат, и в конце сачда сахву не надо делать. Даже если, скажем, он вот так вот чуть-чуть рыпнулся, хотел встать, но он вспомнил, да? То есть он был ближе к сиденью. Всё, он сидит, и сачда сахву не надо совершать. Если человек, очень частый вопрос задают, если человек не прочитал дуа кунут, витер на мазе. Но мы знаем, что дуа кунут, его форма может быть разной. Например, человеку, который на начальном этапе он не знает дуа кунут, ему достаточно сказать Здесь имеется в виду, что человек никакой формы кунута не употребил, то есть он не прочитал. Ему в конце надо делать сачда сахву. То есть, когда он прочитает фатиху на третьем ракате, дополнительную суру прочитает, потом он что должен сделать? Такбир и прочитать дуа кунут, правильно? Но он дуа кунут упустил. То есть он прочитал в третьем ракате фатиху, дополнительную суру, и сразу пошёл на сачда. То есть ему уже возвращаться не надо, потому что сачда чем является в намазе? Фардом. Всё, он уже в фарде. Фард менять на уаджиб нельзя. Он уже дочитывает намаз, а в конце делает сачда сахву. Два земных поклона, чтобы исправить эту ошибку. Дальше, дальше. Тихое и громкое чтение. Тихое и громкое чтение. Например, здесь, наверное, больше это касается имама. Имам в тех намазах, где надо читать тихо, он прочитал громко. Или там, где надо читать громко, прочитал тихо, ему надо в конце делать сачда, сачда сахву, чтобы исправить эту ошибку. Теперь ещё такой момент. Если человек в первом сидении любой молитвы пробыл в этом положении дольше чтения тахиата на длину выполнения рукна, трёхкратное произнесение тасбиха, сачда сахву надо, поскольку он отсрочил фард. Значит, если человек в первом сидении любой молитвы, первое сидение имеется в виду после второго ракаата. Мы же должны сидеть, да? Если он пробыл в этом положении дольше чтения тахиата. Вот после второго ракаата мы должны сесть и что прочитать? Тахиат, правильно? Но он уже тахиат прочитал, но ещё вот сидит. А хотя ему что нужно сделать? Ему уже надо вставать, правильно? На третий ракаат. И он, если просидел так дольше, чем атакит, дольше имеется в виду, что как измерить это время? Это трёхкратное произнесение тасбиха. Вот если он от тахиат прочитал и, скажем, это примерно делает 5 секунд. Ещё он 5 секунд просидел так же, а ему что нужно было сделать? Ему нужно было встать на третий ракаат. Если он так просидел после от тахиата ещё 5 секунд, в конце он должен сделать саджда сахву. Почему? Потому что он должен был встать на третий ракаат. А киям является чем? Фардом. А если человек отсрачивает фард, то есть он должен был вовремя встать на фард, но он ещё сидел, он отсрочил фард. А совершение фарда не в своё время просит, требует от человека сделать саджда сахву в конце. Следующий момент. Для имама и его джамаата саджда сахву является ваджибом, если имам допустил ошибку. Мы это тоже, да, как-то вот затрагивали этот вопрос. Если имам, и за ним стоит, да, джамаат, если имам совершил ошибку, ему нужно делать саджда сахву, и саджда сахву надо делать кому так же? Джамаату, который следует за этим имамом. То есть не может быть такого, что имам сделал, а джамаат не делает этого. То есть такого не может быть. Не нужно совершать следующему за имамом саджда сахву, если он ошибся. Однако, если он ошибся, читая самостоятельно, то надо делать саджда сахву. Разъяснение. Вот, например, наш брат Мухаммад присоединился к имаму, присоединился к имаму в четырёхракатной молитве. И вот в этой четырёхракатной молитве он присоединился к имаму, когда? В третьем и четвёртом ракате, да, на третьем ракате. Он прочитал с имамом сколько? Два раката. Два раката. И никакой, да, допустим, он какую-то ошибку совершил, стоя за имамом. Вот ему саджда сахву, поскольку он за имамом стоит, совершать не надо. Но потом-то имам даёт салям направо-налево, и Мухаммаду что нужно сделать? Встать и дочитать ещё два раката. И вот встав, дочитывая два раката, он сделал какую-то ошибку. Он же уже самостоятельно читает всё, да, имам уже ушёл. Он уже самостоятельно дочитывает. Так вот, если вот когда он самостоятельно дочитывает, он сделал ошибку, тогда ему саджда сахву надо делать. Но если вот в третьем-четвёртом ракате, который он следовал за имамом, он сделал какую-то ошибку, из-за того, что он стоит за имамом, саджда сахву совершать не надо. То есть совершать надо только тогда, если он будет уже только самостоятельно совершать молитву, и он допустит какую-то ошибку. Дальше разберём пример. Если для человека стало обязательным садждасахву, но он не совершил намеренно, ему надо восполнить молитву. Допустим, человек, совершая молитву, допустил ошибку. Ему что нужно делать? Садждасахву, правильно? Но он намеренно, зная о том, что ему надо делать садждасахву, он намеренно не совершил садждасахву, ему надо перечитывать молитву. То есть это является грехом, и ему надо перечитывать молитву. Однако очень часто задают вопрос, а если я помню, в молитве помню, что мне надо делать садждасахву, но я забыл сделать садждасахву, так получилось, что я помнил в процессе молитвы, что мне точно надо будет делать садждасахву, потому что я допустил ошибку. Но так получилось, что я забыл совершить садждасахву. Тогда молитва действительно. Молитву надо будет перечитывать, если человек, намеренно зная о том, что ему надо совершать садждасахву, он не совершил садждасахву. Если человек встал, допустим, он четырехракатную молитву совершает, такое тоже бывает, задают вопрос, если человек совершает четырехракатную молитву. После четырехракатной молитвы он что должен сделать? Ат-Тахият, Аллаху Масалли, Аллаху Мабарик, Раббана, и закончить молитву, правильно? Но он после четвертого раката встал на пятый ракат. Так вот, если он, этот человек, пока не совершит саджд пятого раката, то есть имеется в виду, он встал на пятый ракат, читает фатиху, читает суру и пошел, уже совершил садждас, два раза земной поклон, то есть у него уже полноценный ракат, то он к этому ракату добавляет еще один ракат. Почему? Потому что его вся молитва, вот эти четыре раката, превращаются в нафиль. Если человек, еще раз, в четвертом ракате должен был сесть и дальше дочитывать молитву, он встал на пятый ракат, и все это дошло до того, что он уже совершил садждэ в пятом ракате, он должен к этому ракату еще шестой добавить, поскольку нет нафиля из пяти ракатов. Есть нафиль только, например, четырех ракатный, двух ракатный и так далее. Поэтому четыре раката фарда, которые он совершал, станет для него нафилем, и ему надо перечитывать молитву. Ему надо перечитывать молитву. Однако, если он на пятый ракат встал, но вот до этого садждэ он еще не дошел, ему надо возвращаться, делать садждэ сахву, и потом дочитывать уже молитву. Человек забыл сделать садждэ сахву, дал салям в обе стороны. Например, человек помнил, что ему надо было сделать садждэ сахву. Но он что сделал? Он, читая молитву, дал салям направо и дал салям налево. Что это означает? Что он вышел с молитвы, правильно? Вот теперь смотрите. И он вдруг вспомнил, Субханалла, я же садждэ сахву не сделал. Если даже он дал салям направо-налево и вышел, если он ни с кем не заговорит, если он не покушает, и если он от киблы не отвернется, он может сделать два земных поклона садждэ сахву, после этого прочитать от тахиат, от тахиат, Аллахума салли, Аллахума барик, Раббана, и дать еще раз салям. Его молитва будет действительно. Однако, если он вдруг заговорит, попьет или отвернется от киблы, его молитва недействительна, и он должен заново перечитывать молитву. Есть моменты, есть моменты такие важные, когда садждэ сахву не совершается. Вот садждэ сахву не надо совершать. Например, это джума-намаз. Допустим, вы пришли на джума-намаз, но это больше касается имама. Допустим, вы имам молитвы, и вы совершили ошибку в намазе. Такую ошибку, из-за которой вы понимаете, что надо делать садждэ сахву. Однако, скажем, мечеть очень большая. Второй этаж, первый этаж. Имама, есть люди, которые имама не видят, на улице молятся. Имаму садждэ сахву не надо совершать, потому что его совершение садждэ сахву может привести людей к тому, что они могут запутаться. Они могут запутаться. Почему после Ат-Тахиата так быстро имам дает салям? И так далее. То есть садждэ сахву здесь прощается. Также не надо совершать садждэ сахву, даже если имам ошибся, в праздничных молитвах, потому что мы знаем, что очень много народу в праздничных молитвах. Намаз Асар и Намаз Фаджар. Что здесь говорят учёные? Здесь, например, Фаджар Намаз возьмём. Мы же можем его читать до того, как его время истечёт, правильно? И, допустим, вы первый ракаат прочитали, и второй ракаат вы тоже читаете, и вы понимаете, что вы допустили ошибку. Однако, когда вы уже будете совершать садждэ сахв, вот уже время впритык, вы понимаете, что когда вы будете совершать садждэ сахв, садждэ сахв куда попадёт? На нежелательное время. То есть время фарза вышло. Тогда садждэ сахв прощается человеку. Или же второй момент – Асар Намаз. Вот мы знаем, что за 40 минут по нашему часовому поясу, за 40 минут до Магриб Намаза нежелательно совершать молитвы. То есть в это время уже солнце потихоньку садится. Вот если человек понимает, что он совершил ошибку, и ему нужно делать садждэ сахву, и вот это садждэ сахву, это попадает на нежелательное время, ему прощается это садждэ сахву, ему не надо делать, если это попадает на это время. И человек должен понимать, что если он совершил в Намазе ошибку, и он понимает, что это требует садждэ сахву, однако у него испортилась молитва, может быть, он заговорил, или омовение испортилось, тогда у него уже Намаз недействителен, садждэ сахву тоже спадает с него, ему уже надо будет перечитывать молитву. Вот в этих моментах садждэ сахву не нужно совершать. А мы с вами разобрали такие вопросы, которые очень часто затрагивают. Иншаллах, со следующей лекции мы начнем разбирать именно каждый рука Намаза. Садждэ сахву в каяме, в руку, в садждэ, в сидении и так далее. То есть более досконально, где нужно делать, где не нужно делать. Однако для того, чтобы понимать, где нужно делать, где не нужно делать, я всегда говорю о том, что нужно хорошенько посмотреть, что является фардом Намаза, что является ваджибом Намаза и что является суннатом Намаза. Потому что мы говорили о том, что если человек упустил фард, молитву надо перечитывать, садждэ сахву не поможет. Если человек упустил ваджиб, то садждэ сахву здесь поможет. А если он упустил суннат молитвы, то человеку вовсе и даже не нужно делать сажда сахву. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух.